Валерия Королёва Вячеславович Верхоглядов. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Валерия. Добрый день, уважаемые телезрители. Мне очень приятно здесь в студии. Ну и тем более приятно то, что мы сейчас подводим некоторые итоги такой глобальной реформы, как транспортная модель. Сергей Вячеславович, давайте начнем, что называется, сначала. Сложна ли была подготовка к запуску новой транспортной системы в Твери? Какие были сложности? Ну, конечно, я могу сказать, что год был непростым. Конечно, нужно отметить, что такая модель – это первая модель, это первый опыт у нас вообще в Российской Федерации, но за исключением, конечно, скажем так, столичных регионов. И то в нашей модели мы взяли некоторые такие особенности, которые и в той модели нет. Сложности были, потому что нам необходимо было за кричайший срок подготовить всю нормативную базу, подготовить все необходимые документы, вплоть до того, что отремонтировать наше предприятие новое, которое сейчас в отличнейшем состоянии, провести закупки в соответствии с 44-м федеральным законом, приобрести транспортные средства. Ну и, конечно, организационные вопросы были – это штат, укомплектованность штата. Но в настоящий момент сейчас вы увидите, что транспортная модель запущена, все сложности мы пережили, преодолели. И надеюсь, что в дальнейшем мы будем также работать, и уже учитывая эти сложности, в дальнейшем будем работать на территории других муниципальных образований. А вот эта вот система, да, это вот больше опыт какого-то другого региона, столичного, или же все-таки что-то от советской модели взято? Ну, вы знаете, конечно, мы за основу брали столичную систему, но вы правильно подметили – советская система. Мне очень нравится, потому что в советское время были четкие правила и четкое их исполнение. Вот, допустим, для примера, когда мы проводили ремонт нашего предприятия, Верхневоложское АТП, то в предприятии именно так и был устроен сейчас и быт, и все остальное. У нас есть классы безопасности дорожного движения. При этом, скажу, что даже в столичных, там, крупных предприятиях таких классов безопасности дорожного движения нет. Мы там проводим предварительные инструктажи, мы проводим при приеме водителей, проводим предварительные экзамены на знания правил дорожного движения. Мы разбираем каждое дорожно-транспортное происшествие. Мы общаемся с водителями, то есть это вот такой живой механизм. Но мы восстановили такое забытое, что водители приходят, у нас есть специальные раздевательные комнаты, где у каждого водителя есть свой шкафчик, душевые кабины, где он может просто переодеться, пойти на работу, после работы принять душ и уже спокойно вернуться к себе домой. Вот, конечно, это новая система, да, но с таким акцентом советской транспортной системы. Но это в любом случае комфортные условия труда? Вы знаете, я могу сказать так, и для меня это гордо, что сейчас порядка 140 человек водителей стоит у нас в отече, для того, чтобы устроиться к нашей Верхневодческой ПТП. Но это уже о чем-то говорит. А сколько у вас автобусов в парке сейчас? Ну, смотрите, вообще в модели, в модели мы, у нас 471 единица сейчас, вот это первый этап. Так, 85 маршрутов мы обслуживаем, и 483 единицы, это большого и среднего класса автобусы, это четко в парке Верхневодческого ПТП. А по какому принципу разрабатывались маршруты? Ну, за основу мы, конечно, взяли вот маршрутную сеть, которая была, которая была принята и раньше использовалась нашими пассажирами. И по результатам нашей обработки и обработки специалистов, мы подготовили научно-исследовательскую работу, очень внимательно к этому относились, мы исследовали пассажиропотоки, мы смотрели там, где коммерсанты совсем не обслуживают микрорайоны, а нескольким пассажирам, особенно это наше пожилое поколение, им нужно все равно выезжать оттуда, нужно общаться с центром города. Вот, и мы, вот эту основную маршрутную сеть, мы ее немножко видоизменили, где-то добавили остановочные пункты, где-то продлили маршруты, где-то сделали заезды в новые микрорайоны. Но за основу была принята маршрутная сеть, которая была на территории Твери и Калининского района, это 85 маршрутов. Дополнительно мы еще сделали это маршруты в религиозные праздники, мы осуществляем перевозки к местам захоронения, это очень тоже удобно для пассажиров, и уже опыт, вот наш опыт, небольшой, скажем так, но он показал, что это востребовано, и люди активно пользуются, и удобно, это удобно. Вы говорили про коллектив, да, сколько сейчас водителей трудится? Давайте я скажу так, что коллектив, это тоже еще одна маленькая такая гордость моя, что сейчас действительно создалась команда, команда в коллективе Вершневоложского АТП. У нас там порядка, ну где-то трудится порядка 1200 человек, из них 900 водителей. И вот это действительно команда. Могу сказать так, что в нашем коллективе 41 женщина работает водителями. Вот, это, когда женщина за рулем, ну это вообще, и женщина за рулем большого автобуса, это вообще прекрасно. У нас для них специальные условия, да, форменная одежда, мы относимся к этому, но, но, они также выполняют все требования, как водители, сдают правила дорожного движения. И вот недавно мы проводили конкурс профессионального мастерства, где один из победителей была женщина-водитель. Это тоже, вот, представляете, как сложилась ситуация. И сейчас действительно это коллектив. У нас четыре колонны водителей, и могу сказать, что четыре руководителя колонн, где работают наши водители, это тоже женщины. Была у нас даже героиня сюжета, ваша сотрудница, водитель автобуса Верхнего Лжи. Мы тоже всегда рады рассказать о таких людях. Продолжим. Какими умными системами оборудованы автобусы? Ну, мы об этом уже много говорили, что системы, те, которые сейчас в наших автобусах работают, особенно системы оплаты, видеонаблюдения, исследования пассажиропотока и учет пассажиропотока, это последние технологии. Могу сказать так, что системы оплаты, все, которые сейчас имеются вообще на территории Российской Федерации и даже в мире, они используются у нас в автобусе. Это оплата QR-кодом и так далее, и так далее. Вот сейчас мы там дополнительно вводим. Но все это складывается в общую систему, которой управляет наш оператор «Транспорт Верхнего Лжи». Основное, то, что удобно, то, что необходимо пассажирам, это, конечно, наше приложение. Но пассажир в любое время может точно себе построить маршрут. Он может себе построить не только маршрут, а и узнать расписание по этому маршруту, потому что маршруты могут складываться из нескольких маршрутов. Он может узнать стоимость проезда по этим маршрутам, где пересадку ему произвести. Очень важно, и это архивостребовано нашими пассажирами, когда пассажир видит, где реально подходит, где реально сейчас находится автобус. Мы понимаем и боремся, и не то, что боремся, а определяем для себя это четкое исполнение расписания. Но, вы знаете, на дороге могут быть форс-мажорные ситуации, дорожно-транспортные, затруднения и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации наше приложение очень хорошо помогает. То есть пассажир, выходя, он знает, что, допустим, в 9.30 будет автобус на месте. И в случае, если какие-то там форс-мажорные обстоятельства, он его может просто в приложении отследить, где идет сейчас его автобус. И четко себе составить логистику. Ну, могу сказать, что дополнительно приобрести абонемент, оплатить. То есть сейчас приложение это отвечает самым последним, ну, скажем там, новым технологиям. Вот это для пассажиров. Ну, и также я дополнительно могу сказать, что мы в режиме онлайн можем наблюдать за пассажиропотоком, кто у нас вышел, кто у нас зашел в автобус, делать аналитику на основании этого и регулировать вопрос также, достаточно ли, допустим, в это время, на этом остановочном пункте или на этом отрезке этого маршрута, достаточно ли этого автобуса, точнее, этого класса автобуса. И в случае, если, допустим, мы уточняем, что наполняемость автобуса там более 70%, а мы себе ставили в модель, что 70% наполняемости каждого автобуса – это комфортно, ну, это установлено мировой практикой, вот, мы тогда принимаем решение. Либо заменить класс, то есть увеличить его, либо добавить в расписание еще дополнительного автобуса. Вот такие технологии, конечно, они работают в первую очередь на удобство пассажиров, ну, и нам помогают управлять и регулировать нашим процессом. Сергей Вячеславович, продолжаем наш разговор. Расскажите, тоже насущной такой проблемой, да, зайцы. Они были, есть. Валерия, ну, первое, помните наш сейчас лозунг «Зайцев мы не возим». Да. К сожалению, не все сознательные наши пассажиры исполняют требования законодательства. Это все-таки требования законодательства. И у нас нашим законом о административной ответственности в нашей области установлена административная ответственность. И сейчас, кстати, мы вносим в него изменения, некоторые нюансы. Ну, я могу попозже рассказать. Ну, первое, конечно, мы ушли от кондукторов, так. Кондуктор, вот в нашем понятии и в нашем транспортном понятии, это тот человек, который находится в автобусе и производит обелечивание в каждом автобусе. Мы больше за сознательность наших граждан, мы предоставили им возможность безналичной оплаты проезда. То есть карта «Стрелка», любая карта банковская, карта «Волга», извините, любые гаджеты, которые можно использовать для того, чтобы ускорить процесс посадки и высадки и удобства для пассажира. Вот. Для того, чтобы контролировать процессы, у нас есть в нашем операторе, это транспорт верхнего уровня, у нас есть штат контролеров. Вот как раз контролеры и призваны смотреть, в том числе и контролировать безбилетный проезд. Ну, здесь я, скажем так, мог бы еще и поглубже, наверное, расскажу, что контролеры в своем плане, они имеют право обилетить. То есть предложить пассажиру произвести оплату в случае выявления такого пассажира безбилета. Ну, зайца, как вы говорите. В случае, если он отказывается, конечно, контролер имеет право прекратить договор перевозки пассажиров и попросить его освободить. Но в настоящий момент мы сейчас проводим совместные рейды, совместно с полицией. И вот эти рейды, они достаточно, ну, объективно дают свои результаты. В каком плане? Значит, наши сотрудники, сотрудники Министерства транспорта имеют право привлекать к административной ответственности. Это то, о чем я сказал. Штраф за данное нарушение сейчас составляет от 500 до 1000 рублей. Это помимо того, что он обязан оплатить штраф, точнее, оплатить проезд. То есть пассажир, которого выявили безбилетникам, он обязан оплатить проезд. Это не освобождает его от оплаты штрафа. То есть на него составляется административный протокол. Ну и здесь в случае, если, почему мы с полицейскими проводим эти мероприятия, в случае, если гражданин, у него нет с собой документов, либо он не предоставляет информации о себе, то в соответствии с кодексом административного правонарушения сотрудники полиции доставляют его в ближайший отдел полиции, где проводят первое установление его личности, затем, опять же, составляется административный протокол на него, выносится решение уже это в рамках работы нашего министерства. И в случае, если после вынесения постановления и неуплаты штрафа на него составляется административный протокол за неуплату штрафа по статье 20.25, а это двойной размер, ну и потом уже тогда судебные приставы приходят к вам и налагают все необходимые ограничения. Ну, я очень призываю всех наших граждан выполнять требования законодательства, учитывая то, что все средства, которые взимаются от проезда на нашем транспорте, они идут в бюджет, а бюджет Тверской области, он должен пополняться. Вот призываю всех наших пассажиров четко выполнять требования законодательства, оплачивать проезд и не доводить вот до таких административных мер воздействия. А чуть меньше, чем за год, сколько было перевезено пассажиров? Ну, я приведу такую короткую статистику. Мы уже более 50 миллионов перевезли пассажиров. Тем более, вы, как вначале сказали, что транспортная модель, она стартовала с 3 февраля, это не полный год, так? Ну, и вы же понимаете, что условия пандемии внесли свои корректировки. И даже в этих условиях мы уже 50 миллионов, более 50 миллионов пассажиров перевезли. И нужно отметить, это вот наша еще одна гордость, то, что более 8 миллионов пассажиров, из них льготники. То есть то, чего не было предоставлено коммерческими перевозчиками, мы сейчас предоставляем льготный проезд на каждом маршруте, в каждом транспортном средстве. И вот первые, я могу сказать, первые слова благодарности, которые были в сторону всей системы, новой системы перевозок, это, конечно, от наших льготников, от наших пенсионеров, о том, что сейчас они могут таким правом воспользоваться, так? И не упрашивают водителя остановиться на остановочном пункте. У нас это обязательно. У нас остановочный пункт является, скажем так, опорной точкой, где мы ее видим в системе. Водителю запрещено проезжать эти остановочные пункты, тем более, если там льготник. У вас есть еще компания-оператор. Это своего рода такой информационный центр. Какие он выполняет функции? Какими техническими возможностями располагает? Ну, давайте так. Наверное, это, скажем так, самая основная в модели – это технический контроль за исполнением государственных контрактов. То есть он в любое время видит, где находятся автобусы, анализирует эту информацию, передает нам. Это, скажем так, аналитический центр, который работает на заказчика-перевозчику. А также для того, чтобы относительно этой информации мы сделали какие-то внесения изменений в систему, дополнили ее, изменили что-то, чтобы нашим пассажирам было удобнее. Вот над этой работой, ну, этой работой занимается ситуационный центр. Вот. Также в составе нашего оператора имеется колл-центр. Вот, когда мы запускались, конечно, нам было важно слышать пассажира. Что, какие проблемы, разъяснять ему, пояснять, какие формы оплаты, как нужно получить социальную карту. И тысячи было вопросов. В настоящий момент колл-центр работает в круглосуточном режиме. Ну, в принципе, он и вначале также работал в круглосуточном режиме. Просто тогда было очень много звонков, но больше с разъяснениями. Вот. Сейчас эта работа происходит в штатном режиме. Самые основные такие вопросы, это, конечно, разъяснения. Где-то у кого-то оплата не прошла, где-то не сработала карта. Значит, мы разъясняем, поясняем. Но также мы принимаем и какие-то обращения. То есть, если вдруг какой-то пассажир высказал желание об изменении, дополнении какого-то остановочного пункта, также эта информация принимается и передается по компетенции, допустим, в нашем случае это Министерство транспорта. Где мы уже обрабатываем и выносим свое решение. Вот эта обратная связь, она очень важна и очень нам помогла. Помогла как и пассажирам, потому что мы разъясняем и говорим, как нужно действовать. Помогла и нам, как регулятору этого процесса, потому что мы слышим, мы видим проблемы. Сейчас это работает, еще раз говорю, в штатном режиме. Мы принимаем где-то порядка 300-400 звонков в день. Самые важные показатели, это то, что ни один звонок не должен быть неотвеченным. То есть, каждый звонок должен дойти до нашего оператора, то есть в колл-центр. Оператор его обрабатывает, и каждый звонок, и та проблема, если она существует, должна дойти до исполнителя. То есть, до нас, до Министерства транспорта или ГКО, организатор-переводчик. В целом, как показали опросы, граждане довольны новой транспортной системой. Все-таки, самые популярные обращения это какие? Самые популярные обращения, это, конечно, по системам оплат. Мы очень много уделили внимания, когда мы запускали социальную карту, когда мы запускали школьную карту. Вот, ну, могу там остановиться, потому что это, скажем так, школьная карта тоже в нововведении. И мы уже сейчас с сентября месяца по школьной карте перевезли порядка 320 тысяч школьников. Это тоже показатели. Мы в большей степени занимались разъяснением, как получить социальную карту, потому что там была специальная методика и, скажем так, специальная инструкция. И, учитывая то, что это континент как раз именно пожилых людей, мы разъясняли в основном, как получить, как оплачивать социальные карты. Ну, процесс уже вышел на свои, будем так говорить, такие прочные рельсы и идет своим чередом. В основном это разъяснения по оплате, по работе, скажем так, нашей системе, в том числе и транспортного приложения, кто первый раз только подключился. А реже ли синие автобусы стали попадать в сводки ДТП, чем прежние, да, белые маршрутки? Ну, Валерия, вот это особая часть, скажем так, первое, то, что мы говорим, это снижение аварийности, это безопасность. Мы, в принципе, это первый постулат нашей новой модели пассажирских перевозок. Мы ушли от гонок, которые были у нас, помните, в 2019 году, когда водители гонялись за пассажиром в части получения своей прибыли. Для себя и для тех перевозчиков, которые работали на территории города Твери и Калининского района. Сейчас водителю и перевозчику нужно только одно – вовремя, безопасно перевезти пассажиров. И вот результат того, что он ни в коей мере не связан с прибылью, наличными деньгами и все остальное, у него задача одна – вовремя и безопасно перевезти пассажиров. А это, как результат, я могу сказать, просто статистика, которая сейчас у нас в ГИБДД и в Угаден, она существует. Мы за время работы снизили аварийность на 30%, это очень большие цифры. А вот, что более важно, мы снизили пострадавших, количество пострадавших в этих ДТП в два раза. А это наша с вами жизнь, здоровье наших с вами жителей. – Транспорт в Верхневоложье расширяет зону деятельности. Недавно синий автобус появился в Оржеве. Курсирует он «Ржев-мемориал солдату». Наша съемочная группа тоже прокатилась на этом автобусе. – Участвовали тоже. – Расскажите немножко о маршруте, как вообще строился этот маршрут, исходя из каких требований. – Ну, вы же понимаете, что для нас Ржев и Ржевский мемориал. Это уже символ, скажем так, воину, солдату не только в нашей Тверской области. Это символ всей страны. Такого монумента нет во всей России. Это наша гордость. Конечно, и без транспортного обслуживания такой монумент не должен был обойтись. И вот в соответствии с поручением Игоря Михайловича Рудыня, мы организовали маршрут. Первый маршрут, который мы открыли, это маршрут «Ржев-Ржевский мемориал». Он курсирует 12 рейсов в день. И сообщение это происходит именно удобное для того, чтобы связать это с электротранспортом. Ну, с наземным, имеется в виду, с электричками. Так, с теми автобусами, которые сообщаются и с другими муниципальными образованиями. Он, в принципе, и был настроен на то, чтобы от «Ржева» всех желающих посетить наш мемориал, привезти туда, чтобы наши граждане посетили его, и обратно привезти в «Ржев». Мы используем там автобус низкопольный для того, чтобы удобно было. Также там действуют все системы оплаты. И этот маршрут является тоже по регулированному тарифу. То есть там льготинка мы возим бесплатно. Дополнительно, конечно, мы запустили маршрут от Твери до «Ржевского мемориала». Это удобный, комфортабельный автобус, который даже стилизирован в этом, скажем так, стиле. Автобус туристический. Во время пути мы транслируем патриотические песни, рассказываем об истории нашего края, «Ржевского мемориала», предоставляем воду, напитки, даже есть биотуалет для удобства наших пассажиров, чтобы они хорошо и удобно приехали, посмотрели наш мемориал и вернулись обратно. А в планах на 2021 год запуск новой транспортной системы и в городах Тверской области. Расскажите немного, в каких, когда, как тоже будет строиться работа? Наверное, даже не в городах, а в агломерациях. Учитывая значимость этих пассажирских перевозок, значимость внедрения новой модели, социальная направленность, губернатор Тверской области Игорь Михайлович Рудене принял решение о внедрении нашей модели новых пассажирских перевозок в четырех агломерациях. Это первый Ржев, о котором мы с вами говорили, конечно, это важно для нас. Это Зубцов, это Старица и Кимры. Вот на 2021 год запланировано внедрение данной модели в этих агломерациях. То есть это как город Ржев, так и Ржевский муниципальный район. И также и остальные эти агломерации. Сейчас уже принят закон о передаче полномочий от этих муниципальных образований на уровень субъекта. И мы начинаем уже готовиться к новой модели вот в этих агломерациях. Жители Ржева тоже довольно-таки хорошо отзывались о том автобусе, который у них курсирует, потому что он своего рода выполняет две функции. И доставляет к мемориалу, и, соответственно, пассажиров, которым нужно выйти в других остановках. Подобная система будет работать и в остальных городах. То есть маршрут будет просчитываться по тем же принципам? Конечно, он будет рассчитываться по тем же принципам. Мы проводили исследования уже в этих агломерациях. Мы также, как и здесь, в Твери и Калининском районе, посмотрели, где слабые места, там, где коммерсанты, в принципе, не обслуживали. Вот на примере нашего маршрута Ржев-Ржевский мемориал так получилось, что мы связали еще несколько населенных пунктов. Вот. И в одном населенном пункте живет одинокая мама с инвалидом-колясничком, с ребенком. И вы знаете, вот она когда позвонила, сказала, вы знаете, спасибо вам, что вот такая возможность есть. Я теперь спокойно могу общаться с другими какими-то социальными объектами и даже точно знать, когда он придет, когда он привезет в одну сторону и обратно. Вот. Ну, это наш принцип, чтобы было самое главное удобно для пассажиров. Это первое. Сергей Вячеславович, опыт транспорта Верхневолжьи, да, предприятия, перенимают уже другие регионы. Об этом даже пишут СМИ и местные, и федеральные. Расскажите, пожалуйста, какие уже, может быть, представители каких-то регионов приезжали изучить, да, систему, что называется, в действии? Ну, я хотел бы напомнить, что вот в этом году впервые здесь проходило заседание рабочей группы Госсовета по транспорту. И мы принимали всех гостей. Ну, с учетом пандемии, конечно, некоторые работали в режиме онлайн. Значит, к нам приезжали специалисты, также приезжал помощник президента Левитин. Левитин. И оценка нашей транспортной работы, точнее, оценка нашей новой транспортной модели, она получила достаточно высокую оценку. Вот. И было сказано, что нашу модель нужно также внедрять и в других регионах. И уже сейчас более 20 регионов приехало к нам с делегациями. Мы рассказываем, как эта модель работает. И важно то, что мы не показываем это вот на каких-то слайдах, а мы рассказываем прям нашим коллегам из других регионов, как она работает изнутри, как работают системы, как работают водители, как выпуск на линию происходит, как работают наши медики. Ну, вот такое общение наших коллег из других регионов, оно, конечно, дает свои результаты. Перечислять я даже сейчас и не буду говорить, но это Татарстан, это и северные районы, Кемерово, Воронеж. Очень много, и каждому мы рады. Мы говорим о том, что мы готовы помогать, потому что наш пилотный проект, конечно, как мы с вами говорили, это сложные были, особенно в нормативных документах. Мы готовы предоставлять им и проекты этих нормативных документов. Ну и, конечно, показываем работу, начиная от выпуска автобуса и заканчивая анализом тем, которые происходят у нас, именно вот у оператора. А может быть, уже какие-то регионы запустились? Ну, они готовятся. Мы также, еще раз повторяю, мы готовы им помочь. Но пока сейчас были попытки в других регионах, там были сложности, мы готовы им помочь. В настоящий момент наш пока это пилотный проект, и даже он был оценен и президентом Российской Федерации, когда руководитель корпорации ВЭП докладывал о социальных проектах. И тогда было отмечено, что это один из значимых социальных проектов, и, так же было сказано, и удачных проектов. Мы уже в начале программы сказали, что автобусы, они не только комфортные, они еще и умные. И вернемся немножко к системе «Волга». Еще расскажите о преимуществах. Вот это мобильное приложение, как оно работает. И вы мне еще рассказали во время рекламы, что появились еще брелки. Да, мы не останавливаемся, мы модернизируем нашу систему. Данное приложение, я уже говорил о том, позволяет в любое время увидеть, где находится автобус, оставить себе маршрут, расписание, оплатить и много-много другого, что в нашем приложении заложено. Но мы, еще раз говорю, мы не стоим на месте. И вот в преддверии, так сказать, нового года мы изготовили и выпустили вот такие брелки. Вот вам, Валерия, в подарок. Спасибо. Да. Это аналог нашей транспортной карты. Она функционально будет работать таким же образом, но менее, точнее, более компактно и удобно в эксплуатации. Вот это маленький такой наш новогодний сюрприз. И данные брелки уже поступили в продажу. Ну и могу сказать, анонсировать, так сказать, о очень такой серьезной акции, новогодней акции, что с 28 декабря по 28 февраля, то есть два месяца, проводится акция по оплате картами мастер-класса. В этой ситуации пассажир заплатит всего 1% от стоимости проезда. То есть, если это на пригородном сообщении стоимость будет 100 рублей, то пассажир оплатит за эту поездку всего 1 рубль. А в городе это будет стоить всего 20 с лишним копеек. Это акция практически 2 месяца. Да, 2 месяца. 2 месяца. Ну, вот такое новогоднее, будем так говорить, удобство для наших и экономия для наших жителей и пассажиров. Сергей Вячеславович, вот один год, да, все-таки много было сделано за этот год. А вот вы как считаете, да, это много или мало для того, чтобы практически с нуля, да, запустить и наладить в городе систему общественного транспорта? Ну, могу сказать так, что команда и мы все вместе, мы работали круглосуточно. Конечно, то, что сделано было, это очень большой объем работы, но мы на этом не останавливаемся. И как мы с вами обговорили, что у нас и следующие этапы, у нас следующим этапом, кроме внедрения модели вот в муниципальные образования, мы также будем восстанавливать и трамвайные движения на территории города Твери. И работы было много, ее еще предстоит очень много, ну и мы едем дальше. У нас остается совсем немного времени. Пару слов, да, немножечко еще о планах. Какие моменты еще вы будете совершенствовать в следующем году? Конечно, безусловно, это доработка некоторых наших программных, чтобы еще было. То есть мы будем идти в ногу со временем. Ну, совершенствование, конечно, транспортной системы. Мы приступаем к этапу восстановления трамвайного движения на территории города Твери. Для нас, для нашего региона, вы знаете, это исторически важно. Мы хотим восстановить, но это будет трамвайное сообщение самого технологически высшего класса. Это будут бесшумные рельсы, это будут современные трамваи, остановочные пункты. Также там будут все работать системы, которые сейчас работают у нас в транспортном, ну, в транспортном Верхней Волжне. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Гость сегодня в студии заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Вячеславович Верхоглядов. Мы обсудили итоги первого года работы автотранспортного предприятия «Транспорт Верхней Волжне» на территории Твери. Всего доброго!